Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотела бы с вами обсудить написание резюме, то есть начать мою серию видео по резюме. Вообще, все, что касается резюме, написания резюме, обсуждения резюме, будет находиться в отдельной группе на Facebook. Группа будет закрыта, то есть все желающие там обсудить резюме и задать какие-то вопросы или обсудить это видео должны будут войти в эту группу и, в общем-то, там писать свои вопросы. Также лекала моего резюме, которое я сегодня буду обсуждать, также будет в этой закрытой группе. Также и вообще все ресурсы, которые будут вообще к видео или к серии этих видео, они будут также вывешены только в этой закрытой группе. И если вам реально интересно это, то есть вам надо будет вступить в эту группу на Facebook. Итак, первое. Конечно, хотелось бы начать с того, что существует, если вы залезете в Google и начнете гуглить тракт-драйвер резюме, то вы найдете совершенно огромное количество различных форматов этих резюме. И, конечно, вот если человек, который даже в России написал свое резюме, но все-таки он не знает, как писать резюме в Канаде, потому что написание резюме в Канаде все-таки есть некоторые особенности, особенно если вы меняете вдруг свою профессиональную деятельность или не имеете опыта работы уже такого, который они хотят, или что-то еще, какие-то у вас нюансики там. И в целом вы даже не знаете, какому формату придать большее значение, и как оно должно выглядеть, чтобы оно реально в Канаде сработало, сработало при минимальных ваших трудозатратах. Поэтому я сейчас хочу, именно на примере того резюме, которое я написала для вас, в принципе, по такому же принципу построено мое резюме, которое отлично для меня лично сейчас работает в Канаде. Вот я просто хочу обсудить, первое видео будет на тему, какие секции есть у этого резюме, и почему именно такой формат я выбрала. Ну, то есть, возможные форматы вы, конечно, можете посмотреть на Google, Google Search, Images, пожалуйста. А вот этот формат, который я выбрала, вот, я с вами сейчас обсужу. То есть, первое идет шапка резюме, где вы пишете свое имя. Естественно, резюме должно быть на английском языке. Слева вы пишете адрес. Адрес вы можете писать транслитерации, естественно, ваш русский адрес. Там, где вы, или там, где вы реально присутствуете, если вы присутствуете в Канаде. Да, ваш телефон. Телефон, если у вас русский телефон, то не забывайте указывать extension. Да, то есть, допустим, для Канады это будет плюс один. Ну, здесь, поскольку я для Канады написала, то плюс один не обязателен. Да, если вы находитесь в России или там, в Украине, где вы там находитесь, пишите обязательно, как вам реально дозвониться. И, естественно, ваш, ваш, ваш имейл. Дальше, дальше, вот эта секция, да, идет секция цели вообще, что вы ищете. В различных вариантах это идет, конечно же, все пишут совершенно разное, да, summary. Вот это summary, ну, слово summary абсолютно не надо, выделять это абсолютно не надо. Более того, я, в принципе, не рекомендую делать эту секцию больше двух строчек, ну, максимум три. Ну, я вообще рекомендую иногда ее даже опустить. Не иногда, а чаще всего. То есть, я считаю, что единственная фраза, которая подходит для этой строчки, это то, что вы реально ищете. То есть, понимаете, не всегда читают кавалета, кавалета читают после резюме. Вот если они начинают читать ваши резюме, то есть вы сразу должны написать в этом резюме, я считаю, что вы хотите. И вот, и что вы ищете. То есть, вот такая вот строчка, она будет очень хорошо работать. То есть, человек, который читает, сразу он будет знать, что вы ищете полную ставку, да, и с каким-то, с каким-то имплойером, который участвует в какой-то программе. Ну, для примера я написала «Атлантическая», вот эта иммиграционная программа. Просто вот на примере. Дальше уйдет у вас профессиональный профиль, естественно, и мы обсудим в дальнейшем, вот, что должно включать сюда. Профессиональный профайл, вот этот вот идет. Дальше у вас идет «Track Driver Skills», то есть, реально навыки и умения, которыми вы обладаете. Дальше у вас идет «Experience», «Related Experience» и «Practicum», то есть, имеется ваш «Driving Experience», вообще любой, в том числе «Long Haul» и «Студенческий Experience». Любой «Related Experience» – это относится к этому то, что вы, в принципе, можете… Все, что вы можете отнести к «Related Experience», то есть, ваше обычное вождение машины, где вы какие-то, может быть, совершали длинные поездки, что у вас просто… Ну, вообще, сколько вы права имеете в целом, и в каких вот местах водили, в принципе. «Практикум». Дальше «Практикум». Если вы были студентом вот в этой школе, то, конечно, для первой, второй, третьей работы, если вы их меняете часто, да, в течение года-двух, если у вас нет опыта работы до двух лет, то надо обязательно указывать здесь и часы вашего студенческого вождения. Дальше идет «Related Education», то есть, это то образование, которое относится, да, относится к этому. То есть, если… Тут обычно надо в трак-драйвинге… Ну, просто мы дальше это все обсудим. «Related Education», да, вторая страница у вас должна начинаться, сверху у вас должно быть как бы в хеда, опять ваше имя и фамилия, и как бы вторая страница резюме, то есть, как бы в этом лекаре есть, да, и третья там уже будет, она третья здесь, и тоже с вашим именем. Я как бы это все поставила. Вот «Conestoda College», ну, это я просто поставила, вот если у вас есть какие-то курсы там, вот. Дальше «Сертификации» и «Вокшопы», если вы как трак-драйвер посещаете там какие-то однодневные там сборки, там в этих трак-драйвер-школах, то есть вы сюда ставите вот эти однодневные, трехчасовые, там двухчасовые, вот эти всякие вещи, на которые вы там сходили. «Кист-трендс» – это основные черты характера, которые у вас есть, да, естественно, понимаете, когда люди ищут определенные вещи, вот «Кист-трендс» – это настолько субъективно, что, в принципе, это оценивается по… не по тому, как вы себя подаете, а это оценивается на резюме и интервью, поэтому, в принципе, это не основное, идет ближе к концу. Если вы когда-то волонтировали, то есть такая секция здесь, для волонтерства. И дальше у вас последнее – это если вы… у вас есть какие-то там… вы принадлежите каким-то профессиональным, естественно, группам. Ну, это резюме на примере трак-драйвера, поэтому там… и ваши лайсенсы вот в каких провинциях, где, включая Россию, если они у вас есть, да. Вот, на этом первое видео, я считаю, завершенным. Опять-таки, если вас интересует конкретно, как писать резюме, серия видео будет на YouTube. Если у вас есть какие-то отдельные вопросы, то записывайтесь в группу ВКонтакте, делайте ваши вопросы, вот, будем вместе отвечать на них, корректировать, и, в общем, это будет закрытая группа только для тех, кому реально это интересно. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи в поиске работы в Канаде.